27-летняя казахстанка погибла в Италии. Жизнь Асем Жарбосен оборвалась два дня назад. Девушку насмерть сбила автомобиль, когда та переходила дорогу. Она была человеком науки, училась в докторантуре, проводила исследования в области химии. Какой ее запомнят казахстанские и зарубежные наставники? Иргали Рамазанулы о жизни и смерти Асем. Полтора года обучения в Италии подходили к концу. Уже в феврале Асем Жарбосен должна была улететь в Нидерланды, чтобы продолжить химические исследования. Но судьба распорядилась иначе. Алия Муканова стояла у истоков научного пути Асем. Несмотря на то, что их сотрудничество завершилось пять лет назад, доктор наук до сих пор ставит свою бывшую подопечную в пример. Мечтала закончить, мечтала поступить дальше в докторантуру. То есть, в принципе, она этого и достигла. Она была очень-очень талантливой девушкой, очень аккуратной девушкой. Все всегда очень тщательно проверяла то, что делает. Я записи свои вела вообще шедеврально. Я постоянно всем пример ставила. Конечно, это шок, это трагедия для всех нас. Трагедия произошла вечером 17 января. Асем попала под колеса авто. За рулем был 20-летний житель Солерна. Парень попытался оказать первую помощь и вызвал медиков. Однако попытки реанимировать молодую казахстанку были тщетны. Девушка скончалась на месте. Обстоятельства инцидента устанавливает полиция. В университете, в котором училась Асем Жарбусен, выразили соболезнование. И охарактеризовали ее как талантливого исследователя. Асем была молодой и нежной, но вместе с этим была полностью привержена работе. Всегда готова поддержать коллег, стремилась учиться у преподавателей. Ее мотивация была сильна и поражала всех. О ней, как о молодом талантливом исследователе, щедром и скромном человеке, скорбят коллеги по докторантуре, профессора и все сообщество университета Солерна. В Министерстве иностранных дел сообщили, что они на связи с родными погибшей студентки. Сейчас ведется работа по отправке тела в Казахстан. Гиргалира Мазанулла, Олег Федоров, Астана Таймс.